Из зала звучат провокационные вопросы. Например, про Тойоту Камри, которую недавно приобрел МУП ЖКХ. Тут за директора предприятия вступается глава администрации Алексей Дронов. Он поясняет, Юрий Прохоров увеличил прибыль МУПа в четыре раза, чем и заслужил новый автомобиль. Для Юрия Санча Прохорова автомобиль это не роскошь, а средство производства. А почему бы не поддержать отечественного производителя? Я не закончил с вами. Поэтому я принял решение разрешить ему покупку этого средства производства. Дальше обсуждение переходит к дорожному вопросу. На ремонт и содержание дорог в прошлом году власти потратили почти 165 миллионов рублей. Но покрытие некоторых, мягко говоря, не очень хорошо пережило зиму. Алексей Дронов уверяет, подрядчик дал гарантии на три года. Он и будет устранять недостатки. При этом глава администрации напоминает, если бы все налоги платили вовремя, то в городе было бы больше ремонтов. Если бы все пользователи земли и имущества заплатили долги, то можно было бы две улицы в основном. Тем временем журналисты продолжают задавать вопросы. Выпуск газеты «Вестник Думы» влетает администрации в копеечку. На печать выделяется миллион рублей в год. Журналистка Ольга Варганова почитала, это стоит дешевле. Вы говорите, что 170-200 – это потолок. Ну, то есть, ну, там, 190-200 – это потолок вместе с бумагой, да? Получается, куда ушли 775 тысяч. Чиновники отвечают, миллион навестник выделяется традиционно, каждый год. На этом обсуждение вопроса стихает. В итоге чиновники отчитываются, бюджет за прошлый год исполнен более чем на 90%. Подводит только реализация двух программ – помежеванию земельных участков и градостроительной политики. Физические работы были к концу декабря выполнены, но оплата по этим работам состоялась в 2016 году. Тем не менее, на публичных слушаниях отчет об исполнении бюджета принимают. Теперь документ должна проверить счетная палата. Окончательно его утвердят депутаты на майском заседании Думы. Александра Поддубная, Сергей Шемет, Интера ТВ.